Друзья, познакомьтесь, модель этого робота называется AR-600E, ну или попросту Аркаша. Аркаша настолько талантливый робот и обладает уникальной мелкой моторикой, что может не только в космосе вкручивать болты в космические корабли, но и даже браслеты из бисера заплетать. На такие свершения Аркаша будет готов, конечно, только через несколько лет испытаний, пока он может стоять на одной ноге и махать рукой. Но разработчики уверены, это уже немало. Этот робот разрабатывается для применения в космической технике, для помощи человеку в открытом космическом пространстве для ремонта орбитальных станций, поскольку вся инфраструктура на орбитальной станции рассчитана под человека. Это весь ручной инструмент, все люки, проемы, лестницы, они рассчитаны под человека. Поэтому такие роботы делаются похожими на человека. Ажиотаж вокруг робоприборов не утихает. Более 200 школьников и студентов из Самарской области, а также из-за рубежа, приехали на марафон продемонстрировать свои умения в собирании и управлении роботами. И, конечно, познакомиться с техническими новинками. Главное, чтобы эти роботы в таком количестве мир не захватили, шутят гости. Мне кажется, что развитие все равно будет, оно неизбежно. Ну, я не думаю, что настолько все пестимистично. Я думаю, что все-таки тот же искусственный интеллект будет служить все-таки человеку. Потому что я не думаю, что человек способен сделать такой интеллект, который предосветит интеллект самого человека. Идея провести турнир по робототехнике появилась в Аэрокосмическом университете. Молодые люди, которые показывают здесь свои разработки, это будущее нашей страны, уверен ректор СГАУ. Многие разработки, которые делаются для космоса, они делаются на Земле. Как говорят, космонавты живут на Земле, а разработки тем более. Но создаются специальные эквивалентные условия там, где требуется для проверки их работы в космическом пространстве. А часть разработок испытывается непосредственно на орбите. Лучшие школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений получат приоритет при поступлении в Самарский Аэрокос. Победителей турнира наградят ценными призами. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова